как удобно когда не нужно идти через подземный переход всем привет друзья сегодня мы с вами пройдем по улице абая как всем известно свое начало берет улица абая с перекрестка абая и достык вот именно отсюда мы сегодня и пойдем раз мы идем отсюда значит начнем из этого здания это конечно же дворец республики отсюда идет канатная дорога к октябе там уже все частный сектор раньше этот район назывался компот сразу левее находится одна из главных достопримечательностей города алматы гостиница казахстан никогда она была самым высотным зданием города есть был шагис это был самый первый фастфуд в городе он был далеко не для всех здесь цены были такие дорогие кусучие сразу напротив гостиницы казахстан вот здесь находится наш центр занятости населения он называется дом социальных услуг здания абая 2 но является одним из старейших зданий города как хорошо что пока никому не пришло в голову то здание реконструировать или снести не дай бог вот таких зданиях живет дух старой алматы абая 2 университет ким мэп можно сказать почти на абая находится кинотеатр арман когда-то в детстве мы ходили в этот кинотеатр я помню самое крутое было это стереофильмы так вот это здание участковый пункт полиции 74 памятник абая кунанбаеву сабая берет свое начало вот отсюда протяженность улицы абая на сегодняшний момент вроде что-то около 15 километров раньше было около 10 а после того как сделали пробивку на улице строительной теперь абая у нас протяженностью 15 километров на еда мангал наверное здесь вкусно готовят судя потому что здесь много людей вот здесь друзья мои раньше был магазин сама на первом этаже стейкхаус я думаю почему здесь бык если я не ошибаюсь то где-то здесь по моему стоял киоск с мороженым и по моему по средам сюда привозили мороженое которое мы называли накладное то есть привозили стаканчики хрустящие и накладывали прямо при нас на весах взвешивали мороженое свежие вкуснейшие так на противоположной стороне у нас водится аграрный университет раньше он был сельскохозяйственный назывался схи и он начинается прямо отсюда и до садпаева у него прям огромная такая территория здание университета тоже очень старые видите там изображены скульптуры станция метро абай памятник мукану тулебаеву и соответственно улица имени тулебаева которая идет от табая и вниз следите вниз по этой улице можно дойти до памятника виктору цою насколько я помню где-то вот здесь была музыкальная школа сюда ходила моя подружка а еще здесь очень красивый фонтан смотрите на каждой секции реки чу или каратау карасу лепсы тентек коксу с противоположной стороны тоже видно название рек просто проспект назарбаева раньше это было улица фурманова там французский дом мы туда не пойдем там выше новая площадь площадь республики сейчас она называется мы туда тоже не пойдем алматинский колледж строительства и менеджмента абая 10 кажется если я не ошибаюсь отсюда виднеются две 16-ти этажки вот в этой которая слева ближе к улице фурманова мы прожили семьей много лет абая 39 госархив кстати сколько помню всегда здесь вот на этом углу вон там всегда была огромная сосулька и сейчас она там тоже здесь тоже смотрите во ничего не меняется как во времена моего детства так и сейчас здесь висят такие вот опасные сосульки вот друзья мои мы с вами дошли до улицы баситовый та улица пешеходная здесь у нас расположен русский драматический театр имени лермонтова как-то обделила я вниманием головной арык берет свое начало арык где-то у дворца республики выходит наружу на абая и до стык и идет по абая вплоть до улицы муратбаева где уходит под землю и впадает в речку ехентай давно я не была быть в краях и так понимаю что здесь поставили памятник юрию померанцеву да помните фильм наш милый доктор хороший памятник мне кажется что очень похож мне нравится прям очки такие так и собственно говоря русский театр драмы имени лермонтова здесь была реконструкция как бы облик театра сильно не изменился фонтаны здесь и здесь сейчас вам покажу место где мы друзьями приходили кататься с горки вот я так смотрю что и сейчас не катаются нашим вот это была наша горка любимая классно сюда видно телебашня как тебе здесь кассы театра все по местам где ты вырос где ты гулял когда был маленьким гулять конечно очень приятно но в то же время как-то немного горько потому что многое многих уже нет и не вернуть перед нами республиканская библиотека кто-нибудь когда-нибудь ходил в эту библиотеку я нет единственным возможным способом перейти на противоположную сторону раньше был только вот этот подземный переход сейчас насколько я вижу прям вообще никого в библиотеке нет раньше все столики были заняты сидели люди читали потому как здесь была собрана вся литература какая только можно и порой для каких-то рефератов для учебы невозможно было нигде найти больше этой информации кроме как центральной библиотеке раньше кстати она называлась библиотекой пушкина здесь делали светофоры и в эту сторону можно перейти так же как и в эту сторону тоже я хочу пройти через подземный переход чтобы показать вам его где-то здесь вот этот камень стоит здесь стоял киоск мороженое сразу слева от него два по моему стояла аппарата называлась газ водах по одной по три копейки ладно давайте зайдем школу и со школы я ходила всегда через этот подземный переход со школы оттуда вот туда таким образом между этими колоннами всегда было простите написано на как она сейчас конечно подземный переход выглядит куда красивее чем прежде что-то здесь делают какой-то ремонт здесь проходит туалет подъемный механизм находится на ремонте мне почему-то всегда кажется что такие механизмы везде в неисправном состоянии кстати насколько я вижу ступеньки старинные советские гранитные вот так мы с вами вышли от центрального входа сейчас она называется республиканская библиотека раньше она называлась библиотекой пушкина идем дальше видите надпись на углу дома пункт проката напомню когда вот я еще маленькая была здесь можно было взять на прокат телевизор там что-то вот такое были такие вот у нас пункты проката кстати на многих домах еще остались надписи советских времен вот в этом дворе сразу за библиотекой жили мои друзья в адыковских домах так а мы с вами подошли к улице мира сейчас она называется жильтокса здесь когда-то установили вот такое яблоко я так понимаю здесь вот это полки для того чтобы сюда приносили книги чтобы люди здесь могли присесть что-то прочесть и обменяться книгами но как вы видите вот так пойдем на ту сторону нет этой стороне делать нечего будем ждать целых 84 секунды для того чтобы перейти на противоположную сторону ждем я вам покажу телевышку она раньше стояла на территории как называлась телеканала казахстан кажется нас от паева а через забор от нее с 23 школа гимназия по мою дочь подключилась я подожду за несколько секунд и пойду на зеленый большой трактор по миру вверх прям куча машин припаркованных там высоко это здание сейчас ктк раньше называлась по-моему в телерадио или что-то такое вот мы с вами дошли до оба 26 и раньше я помню он примерно такого цвета был озвел матинский зооветеринарный институт местные студенты с 1954 года основан раньше окна вот эти вот на цокольном этаже нас были прям особенно интересны выходили заглядывали там смотрели на баранов на каких-то верблюдов коров а вот здесь сейчас я покажу за этим углом крылечко с левой стороны комната была такая была там двери в двери окошко маленькое вот мы вот окошко заглядывали там была куча лягушек но буквально я не знаю там на пояс нам было в общем такие у нас были в нашем детстве развлечения нас же не было телефонов таких как сейчас у наших детей вот а вот здесь вот это какая мята это была столовка и кстати говоря в этой столовой как-то проходила свадьба моей подружки вот здесь на курман газы 120 школа который я училась но мы сегодня туда не пойдем тем временем мы с вами друзья дошли уже до улицы это на урусбайбатыра до дзержинского как изменился город смотрите дома высотой примерно стиле вышку уже понастроили интересно как себя люди здесь чувствовали во время недавнего землетрясения вот здесь завет назывался стадион был как бы стадионом у дзо ветеринарного института мои родители жили ну в общем здесь это очень наша родина молодежь которая здесь проживала они ходили на этот завет тусовались короче мужчины футбол играли женщины с детьми с колясками в общем можно сказать на этом завете я тоже выросла так вот здесь тоже еще один корпус кажется так некрасиво когда если здание торчит еще одно здание обая интернациональная вниз пошла сейчас она мауленова называется прям вот здесь недалеко жил мой прадед сейчас там живет моя бабушка и мой папа подошли мы с вами к улице сейфулина здесь расположен не знаю как правильно сказать короче дурдом вот здесь прям до курман газы на этой стороне соседство касс гидромет то самое здание где сидят и работают люди которые говорят будет ли дождь и снег сегодня завтра часто будет кстати да тоже видно корпуса этого дурдома это сейфулина вот это мангельды между сейфулина и мангельды находится дурдом вот на этой стороне на противоположной раньше называлась это больница работников турксиба ж.д. больницы и поликлиника здесь было сработали светило медицины того времени больница была оснащена самым на тот момент современным оборудованием лаборатории и так далее час вот так все короче там разрушена уже много об этом видео было показано и на моем канале в том числе сейчас к этому возвращаться мы не будем вот здесь на этой стороне кто помнит это весь первый этаж был южный магазин к астроном бая 34 посмотрите над указателем лот вот не помню помню что вот здесь вот на углу вот здесь был фотосалон в общем все фотографии которые были у нас типа как динни сейчас принято говорить они были сделаны здесь вот здесь был фотосалон сейчас здесь какая-то видать кухня от донерки начальное зрелище кто помнит здесь было казино фламинго лестница была здесь какая-то вот такая уже не помню а тут был за ним сразу вот за этим всем был частный сектор как интересно обледенела водосточная труба можно сказать даже красиво с вами подошли ко двору отцу спорта имени балуана шалака абая байтурсинова вот здесь напротив сотное здание раньше оно не было таким стеклянным но раньше выглядело иначе а на крыше красовалась надпись такси 058 раньше был у нас в алмате вызов такси номер телефона 058 на противоположной стороне расположена академия спорта и туризма бабая ходит очень много транспорта здесь и троллейбусы и автобусы очень что-то комета отсюда можно уехать практически в любую точку нашего города когда-то был клуб навигатор помню вот здесь типа кафешка была его 10 стояла такая конструкция такая была типа как будто всплывшая подводная лодка здесь была такая большая летняя площадка променада не было то здесь был такой шикарный фонтан красивый я так устала наверно присяду я на скамеечку немножко посижу и отдохну я бы с удовольствием легла на скамейку но ничего хорошего же обо мне не подумают все загребут пойдем дальше впереди здание онкоцентра вот здесь на углу где часто ламбро раньше я помню здесь было классное вкусное мороженое азиз называлась турецкая по моему вкусная была при мне она очень нравилась а вот здесь на противоположной стороне на на все знаете центральный стадион идем дальше думаю хорошо пахнет духами здесь же монами помните какая раньше здесь была классная остановка большая такая она была вся вот таким вот ракушечником отделана была она конечно очень грязная всегда такой прям остановочный комплекс здесь был большой тоже какие-то были будочки там что-то какие-то были бая 48 вот мы с вами подошли центральному плавательному бассейну города ламаты есть бассейн как внутри так и вот там сзади здание снаружи абая 48 а спорткомплекс достык дворец бракосочетания речка и синтай раньше она называлась весновка вот он наш городской парк развлечений фэнтези когда-то это было чуть ли не чудо свечи это абая 50 а вот эти все горки карусели то все было так круто еще недавно наслаждайтесь жизнью здесь находится наш казахский цирк и станция метро мухтара вызова также станция метро на противоположной стороне сам непосредственно театр казахской драмы имени мухтара вызова впереди так называемый тещин язык почему его так называют потому что вот здесь была такая клумба она такая была как заостренный такого треугольником и вот ее советское время прозвали люди тещинами языком ну и как бы жители города по-прежнему вот этот перекресток только называют если вам понравился сегодняшний обзор и вы хотите увидеть обзор улицы абая дальше пишите в комментариях что-нибудь придумаем всем спасибо за внимание если было интересно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал среди еще будет много интересного но я чуть так устала что наверное пару остановок то я проеду на чем-нибудь боже мой здесь он был почерк один и тот же